После выпуска пермские студенты сами определяют потолок своей заработной платы. Конечно же, есть общая тенденция, которую можно наблюдать по статистическим данным. Во-первых, это сфера занятости. Самые высокие зарплаты получают выпускники сфер IT, всех управленческих позиций и юриспруденции. Во-вторых, на доход влияет выбор компании и города, в котором они будут работать. Пермский национальный исследовательский политехнический университет с прошлого года в рейтинге IT-вузов поднялся на три строчки и занял 17 место. Зарплаты выпускников за год выросли на 20 тысяч рублей плюс 17% и составляют в рейтинге этого года 140 тысяч рублей в месяц. 90% выпускников Пермского политеха остаются работать в городе по окончании обучения. Для подготовки качественных кадров Пермские университеты все активнее внедряют практикоориентированный подход в обучение, новые программы, стажировки и сотрудничество с работодателями. Вот главные инструменты в этой трансформации. Практикоориентированное образование. На сегодняшний момент это программы, которые направлены на бесшовный выход студента в рынок труда. То есть студент начинает практиковаться и иметь некую такую модель работы еще в период студенчества. И поэтому, когда он меняет студенчество на работу, для него это не вызывает никакого барьера или стресса. Он уже понимает, как работать в команде, как ставятся задачи. И, безусловно, он более успешен и результативен в команде. Выбор первого места работы – ответственное решение для выпускников. Помимо зарплаты, сейчас будущие сотрудники смотрят на коллектив, социальный пакет, возможность профессионального развития и репутацию компании. Большинство, то есть процентов 90 плюс, понимает, где они будут работать после практики на предпоследнем курсе. То есть на производственной практике, которая зачастую и чаще всего оплачиваемая, это уже производственная практика, они уже ориентированы на конкретное предприятие, они понимают тему своей выпускной коллекционной работы, ну и вот фактически уже связали свою жизнь с предприятием. Эксперты отмечают, что в общей сложности за три года выпускник сможет сделать уже неплохую карьерную траекторию, вырасти в должности и получить важный опыт. Несмотря на уже установившиеся зарплатные стандарты, каждый выпускник сам устанавливает уровень своего дохода. Например, начинающий юрист, окончивший ПГНУ, получает от 40 тысяч рублей, а выпускник юридического факультета Высшей школы экономики от 100 тысяч.